так слушаю внимательно как приезжие особенно значит устав у нас как можно сказать конституция правила поведения здесь на территории лагеря ну и вне куда мы пойдем там за ягоды например или купаться всякий прямо а то уже сутулись особенно ваня рост высокий не сутулься бывает сутулиться это совсем не годится осанка никакая прямо даже ты высокий бог дал тебе рост слава христу кому-то не дал маленький но все равно расправь плечи не сутулься жизни воспитания в стане подчинены трем принципом стоят на трех толпах на трех столпах первая вера в бога любовь к богу к библии страх перед богом жизнь во христе по евангелию кто повторить особенно из приезжих отчеты там стоишь подходи сюда так ну повторяем давай ксюша и у нас второй год уже кого я называю вставать сразу вера в бога любовь к библии страх перед богом жизнь во христе по евангелию ну еще раз повтори вера в бога любовь к библии страх перед богом жизнь во христе по евангелию так тимоша игру кого я называю вставайте повторять вера в бога тихо место повторять вера в бога любовь богу страх перед богом жизнь во христе ты за мной повторяй жизнь во христе за мной жизнь во христе слова ты не повторил по евангелию садись кто полностью повторить из тех которые первый раз ну кого не большой станет подчиненным принципам уважение почтение к родителям к старшим и воспитателям вот вчера вы уже были не как гости а как уже насельники лагеря те которые населяют лагерь отсюда слово насельники и уже нарушали уже почтение не было кое у кого вот нарушайте как вроде бы шутяток а получается уже шутка с наглостью граничит о ком я говорю сказать или догадается поэтому сегодня исправьтесь этого не делайте особенно уже несколько лет эти ребята или этот так скажем пока я не называю потом уже буду с начальником говорить если так будет продолжаться поэтому не надо наглеть то игнать тихоньча нету все уже ты начинаешь это раб раб своих страстей почему а раз наказания нету он же наказывать только может мы то тоже можем но у нас такие щадящие так скажем допустим присесть тебе там или еще что то это тоже маленькое было наказание одежду оставил мы без и гнать тихоньча можем вас по круг стану одежду не оставлять поэтому не надо быть рабом своих страстей не жди когда тебя крапива или сетка тебя настигнет ты сам себя понужай на то чтобы исполнять слово божие это все на слове божьем основано а если не будешь над собой так заниматься то устав тебя будет давить как некая плита ты его будешь подтачивать он раз на тебя рухнет и в комнате будешь для исправления где там тебя жарить будут да зачем этого ждать не жди этого что ты хотел повторить да ты знаешь уважение почтение к родителям к старшим воспитателям Тараси уважение почтение к родителям к старшим воспитателям Тараси Уважение почтение к родителям к старшим воспитателям Уважение почтение к родителям к старшим воспитателям Вот воспитатель дядя Вова он снимает сейчас Дядя Никита он как пока работник Но его тоже надо слушать Он старший Третье Труд ежедневный не менее четырех часов в день не исключая никого Почему труд? А без труда не вынешь и рыбку из пруда Это народная пословица А вчера я вам говорил в Священном Писании Апостол Павел в послании Фессалоникийцам Только сейчас не помню первое или второе Каком он говорит Если кто не хочет трудиться то и не ешь То есть он так Так скажем на нравственность на совесть Нажимает давит человека Если кто не хочет трудиться не ешь А зачем ты дармоед растешь По совести у тебя руки ноги есть Ты же хочешь есть Ну конечно Так и трудись Это по совести должно быть Были такие что тогда Это две тысячи лет назад почти Что не хотели трудиться Вот он написал эти слова А потом уже атеисты Атеисты отрицающие Бога Кто не работает тот не ест Уже переиначили Коммунисты Атеисты Которые без Бога решили построить Царство Божие здесь на земле Труд ежедневный не менее четырех часов в день Не исключая никого Пожалуйста Труд ежедневный не менее четырех часов в день Не исключая никого Аня Труд ежедневный Труд ежедневный не менее четырех часов в день Не исключая никого Отлично. Разрешается все святое, чистое, безгрешное с постоянным пояснением требований, запретов, порядка дисциплины. Видите, дисциплина. Мы идем в Отечество Небесное. У некоторых христиан, к сожалению, да у многих, понятие такое, что дисциплина не нужна. Это неправильно. Христианин должен быть дисциплинированный. Дисциплина, она нужна везде. В армии, в государстве, на море, на кораблях и так далее. Иначе вообще ничего не будет. Даже, ну можно так сказать, примитивная дисциплина что ли есть и в мире у животных. Смотришь фильмы о волках, о стаях таких, и у них там есть, ну так скажем, старший волк, вожак. Ему подчиняются. Попробуй не подчинись. Он зубами так надает тебе, класснит, что мало не покажется. И везде так в мире животных. Кошка, как начинает котятам обучать своих, тоже там своеобразная дисциплина. Хотя он и балуется, но она ему иногда поддаст, так что он вякнет и больше уже так не балуется, как он делал. Дисциплина обязательно везде нужна. Вставать раньше. Кто рано встает, тому Бог дает. Так вот, разрешается все святое, чистое, безгрешное. Воспитание основано Библией. Запрещается. И тут дальше пункты запрещения. Первое. Ходить без платочка носового, головного убора, за пределами лагеря Стана. Солнечную погоду носить на голове. Головной убор. Ну-ка, платочки все покажем. И только что приезжие. Все-все поднять. Я не вижу, чтобы всех было. Ну, быстрее. А то что-то достаете там. Так, у всех есть. Ну, прекрасно. Головной убор, чтоб не забывали. Второе. Самовольниче запрещается. Делать то, что нравится. Без благословения. Портить имущество. Воровать. Брать без разрешения. Тебе не принадлежащее. После подъема садиться утром до физической зарядки. Отплынивать, укрываться от работы. Бездельничать. Это... Преступление. Видите как? Преступление. Он сказал. Ну, какое-то преступление. Конечно, преступление. Раз ты не работаешь. Премудрый Сирах в священном писании говорит, что ленивец подобен воловьям по мету. Очень легко запомнить, где это написано. Знаешь, хорошо. Сирах 22, 2. Три двойки вы в школе получаете, и ты все в лепешку превращаешься. Я в школе сам работаю. Это место тоже говорил ученикам. Да когда ученица говорит, ой, как-то грубо. Да как Бог не смотрит на то, грубо или не грубо. У него сравнения такие, чтобы человека к покаянию, к исправлению привести. Он сравнивает людей с животными. Если человек сильно гневается, то с волком, или там с лисицей, если хитрый, может с медведем, если он такой, что на других богатый не смотрит, и может как бы их топчет, их притесняет медведь и так далее. То есть это у святителя Зукоуста есть об этом. И не только у него. Третье. Оговариваться со старшими запрещается. Это никаких оговорок. Выполнять и все. Разговаривать с посторонними. У нас посторонние могут быть и комиссии. Господь может нас испытать. Если машины чужие подъезжают, вы всегда смотрите на старших. Как они сказаны. Не подходите их туда. А то вот это чужие. От них угроза может быть. Угроза закрытия лагеря. Какие-то там пакости от них. Потому что люди атеисты, неверующие. Они по-своему смотрят на то, что существует такой лагерь православный, где дисциплина, где наказание. Ой, наказывать нельзя. Нельзя наказывать. Так Бог говорит. Наказывай ребенка, доколе есть надежда. Не возмущайся криком его. Не возмущайся. Он еще и кричит. Может он еще и извивается, как гальян. Бог говорит это. Это не мы придумали. Не Игнать Тихонич придумал. Не я придумал. А Господь говорит в Священном Писании. И Отец любящий, он всегда наказывает для вразумления, чтобы исправился. Не надо, не отвлекайся. А не так, чтобы с жестокостью. С жестокостью нельзя этого делать. Это уже грех. И во гневе. Запрещается садиться в их транспорт, к чужим. Где-то увидите чужих. У нас одно время здесь на мотоцикле чужие проезжали ребята. Но они проехали мимо на озеро, потом уехали. Остановился однажды пьяный. Подошел к этому проходу, к жердям. И подзывает детей. Пойдемте на рыбалку. Сам такой, как дядя Володя Ростика. Но раза два пошире его. Пойдемте, пойдемте. А тут была тетя Таня у нас. Лиханова. Ну вы ее не знаете. Очень она такая полная, крепкая. Как мужчина этот. И то и пошире, наверное, еще. И она на него с палкой. Он уже стал сюда заходить. Вот. Ну и твой папа там был тоже. Нас позвали, мы прибежали. Он угрозу представлял для лагеря. Этот мужчина. И скрутили его. Игнать не хочет ему горячих бить бичиком. Так он, ой, да вы что со мной делаете? Пьяный. А потом он, когда протрезвел, мы милицию вызвали. Обещание он написал, что сюда заходить больше не будет. Вот так. Но это еще обошлось, слава богу, хорошо. А бывает похищение детей. Кинкнеппинг. Слышали о таком похищении? Не слышали? У нас в стране тоже это происходит. В других странах похищение детей. Поэтому у вас чувство самосохранения должно хорошо работать. Не садиться к чужим. С ними не разговаривать. У нас были такие дети, что у него что-то спрашивают. А он говорит, а нам не положено говорить. Все. Очень даже четко и понятно. Нам не положено. Мы вас потренируемся и будем выводить. Потому что ожидать комиссии, конечно, будем. Всегда надо быть, так сказать, на взводе. И туда, и в деревне, и дальше. Можно ускоречник. Комиссии мы пока не знаем. Они или друзья, или враги. Поэтому на всякий случай мы настороже. Запрещается разговаривать с посторонними. Садиться их в транспорт. На лошадь к ним. Разговаривать даже шепотом. За столом во время еды. Вчера разговаривали, нарушители были. И на молитве запрещено говорить. После отбоя, отходя ко сну и в храме. Но после отбоя, меня здесь не было. Не разговаривали они? Разговаривали. А кто разговаривал? Все разговаривали. В нашей келье? Да, ну я пока сказал тише. Все четверо. Да. Сегодня на Комариков. Все четверо. Да. Это как, значит, на Комариков? А в других? А в дяди Володиной? У меня молчали. Молчали. Там они знают уже, да? Это у нас ветераны. На Комариках, значит, когда отбой, ну, по полчаса разделить. А сегодня костер, кстати. Ну, с завтрашнего дня начнут. Вот. То вам дают, типа, винтовочек, такие прутики. И стоите. А нынче-то Комариков, ой, как много. Вам это потом надолго запомнится. Чтобы потом поймешь, зря я говорил, будешь сожалеть. Много раз. Сколько Комарика вокруг, сколько и будешь сожалеть. После отбоя, молчок. Заходишь, молча. Я не знаю, вы говорили, нет. Обувь сразу в сторону, потому что заходишь, ну, проход-то должен быть другому. И на полочке обувь поставил. И все. Раздеваться в чистом... Если холодно, можно в одежде даже ложиться. Прохладно. Ночи сейчас прохладные. Вот. Кепочка рядом с подушкой. Или под подушку. Вот Игнать Тихонич так всегда говорит. Чтобы ты ее не терял. Потом встал ее, раз, быстро. И одеваться быстро надо. Очень медленно одевайтесь. Мы будем еще тренироваться с вами. Вставать быстро. Да, и не хныкать. Ну, сегодня я не слышал, что кто-то хныкал. Воспитатели. Ну, я виноват. И кому я поручил, чтобы поднять девочки. Лежали, оказывается, две. У нас было такое. Как-то его Юра, или как звали. Подняли. А я же, опять же, не досмотрел. Сходили в храм. Идем. Ну, посчитали. Одного что-то нет. А где Кукунан потерялся? Ну, не в храме же его закрыли. Игнать Тихонич, он заходит, он лежит. Говорит, а ему-то что? Ему хоть до 12, как у нас были герои такие. В кавычках. Я, говорит, до 12 дня сплю. Воровской режим. Днем ты спишь, а ночью что-то там в компьютерной игре или где-то там шатаешься. Это воровской режим. Так воры живут. Ну, и мы все хором. Там Юра, или как его звали. Вставай. Доброе утро. Он из-под одеяла. Доброе утро. Вот так вот получилось. Так что, внимательно смотреть по звукоулкам. 15 всего детей, 7 мальчика, 8 девочек. Все смотрите. И работник тоже смотри. Нам помогай в этом плане. Потом и ротозеи. Видишь, какие. Так. И где запрещается говорить? Еще раз. В храме. В храме. На молитве. На молитве. За столом. За столом. В келле после отбоя. Не просто, что в келле. Еще зашел и молчишь. В нем-то можно там. По двое или по трое входите. Так. Мы пойдем в храм. Завтра. Вечернее богослужение. В храме, чтобы никаких надписей не было. Рубахи на выпуск. И штаны. Ну. Не шорты какие-то. Не бриджи там. И прочее название какие-то. Иностранное. Даже говорить не хочется. А штаны нормальные. Это для мальчика. Девочки. Платье, чтобы не выше 10 сантиметров было. Два платочка. Ну. Это вы знаете. Здесь-то наши почти все. Ты тоже должна знать. Как в храме одеваются. Да? Бабавалик я показывала. Там что-то упало. Вон. Подними сзади. Вот. Осторожно. Цветы-то. Здесь надо одежду убрать все. В храме вести себя благоговейно. Не оборачиваться. Нестор. Слушай внимательно. Вот. Не подгибать вот так ноги. Когда вам скажут там. Ну. Там завтра вечернее богослужение. Мы вас выводить будем. То выведем. С вами беседу проведем. Может что-то прочитаем. Или просто побеседуем. Или посидеть. Отдохнуть. Просто чтобы ноги отдохнули. Богослужение оно почти два часа. Поэтому отдохнете. А воскресенье. Божественная литургия. Кто из вас не крещеный. Троекратным погружением. Знаете вы это или нет? Ты не крещеный. Ты как крещеный? Ну обычно. Обычно значит. Николай. Значит руку поднимать. Второй. Ты тоже не крещеная. Третий. Чтоб я знал кто оглашенный из идите. Вот. Ты как крещеный не крещеный? Я в больнице. Крещеный. Не правильно. В больнице крещеный? Ну что-то не знаю. Все равно надо выводить. Мне два дня было. Два дня. Ну это так моченый скорее всего. Ну да. Голову подними. Ну ты запускаешься. Так. А ты тоже не крещеная. Я крещеный. Погружением. Как она в прошлом году выводили ее, нет? Не помню. Оглашенный из идите. Не помню, брат. Не могу сказать. Ну вот еще раз поднимите руки. Раз. А, Татьяне позвони. Три. Три человека выводить. Четыре. Пять. А что-то нет. Пять. Не знаю, значит выходить. Шесть. Вот шесть человек оглашенный из идите. Если выведем беды, то не будет большой. Если она такая. А сейчас уже пойдем перейти, а то комары уже едят. Сейчас пойдем. Вот мы сегодня надо их поучить, как к иконе подходить. К иконе и там Библия у нас на аналое. Аналое. Ну, раскрыла. Оп. Что это ты раскрыла, корот? Шири ворот. Так, по коням, по коням. Выходим. О, наконец-то. Значит, нам надо, ребята, братья, надо еще козлик одного.